Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж, а мы продолжаем. И сегодня мы поговорим о системе сброса выхлопных газов. То есть часто в видео вы видели, я рассказывал, но не было возможности это все дело показать, потому что это находилось внизу под машиной, то есть это в выхлопной системе. Теперь когда этот двигатель снят, то есть есть возможность показать, чтобы на пальцах не объяснять. Как вы видели, то есть в видео я еду, машина тихо работает, и когда мне нужно навалить, то есть я с помощью тросика открываю дроссельную заслонку, которая стоит на выхлопе, и машина начинает громко работать, и ей ничего не мешает дышать. Сейчас я это все покажу, как оно выглядит. Вот у нас этот двигатель, то есть который едет 7 секунд до 100, который ранее стоял в девятке, то есть вот мы его сняли, для того чтобы установить 2108 и продолжить его дальнейшую доработку, увеличивать на нем мощность, и чтобы машина с ним быстрее ехала. И вот у нас здесь паук стингеровский, то есть восьмиклапаны соответственно, то есть 4.1. Я езжу только на пауках 4.1, у нас будет отдельное видео про это, где я расскажу, в чем отличие пауков 4.1 и 4.2.1, и какие фирмы лучше брать, и соответственно, то есть и почему, какие валят и зачем. Так, соответственно, идет у нас вот паук с головки блока, и вот здесь у нас установлена дроссельная заслонка. В данном случае я использовал просто обычную дроссельную заслонку от инжектора, ну инжекторную заслонку от таза, то есть с диаметром заслонки 46 миллиметров, то есть самая обычная дроссельная заслонка, которая на впуске стоит в инжекторных тазов. Соответственно, я ее здесь установил, сразу получается у нас после паука, где сходятся все трубы в одну, стоит дроссельная заслонка. И что у нас получается, вот на данный момент система закрыта, то есть вот дроссель закрыт. Соответственно, выхлопные газы у нас идут в обход, то есть так как здесь дроссель закрыт. И они идут дальше, сейчас я покажу. Вот у нас дальше идет обычный резонатор и обычный глушитель, то есть полный стандарт. Вот, то есть я еду, соответственно, машина работает тихо, то есть никому не мешаю, на голову ничего не давит, не орет, как там прямоток, когда надо и не надо. Особенно и с дешевых прямотоков, там на канале есть у меня отдельное видео про прямотоки. То есть и оно себе пошло, все, я еду и не парюсь. Даже при такой системе, когда система закрыта и просто уже стоит паук, двигателю все равно легче дышать. Но опять же скажу так, что те, кто начинает доработку двигателя с выхлопной системы, оно вам ничего не даст. Пока у вас не будет в двигателе мощности, ничего оно валить не будет. Ну как, ну вы просто выбросите деньги на ветер, выхлоп, вот этот миф, что выхлоп дает приход, это связано с тем, что когда именно установить его на уже подшаманенный двигатель, то тогда да, оно это все дело даст приход, потому что нет обратного давления выхлопных газов. С этой целью и установлен здесь у нас дроссель. Получается, когда у вас двигатель прилично уже заряжен, соответственно, он вырабатывает большое количество выхлопных газов и с большим давлением. И через стандартную выхлопную систему оно не успевает пройти. Вот, допустим, вот, к примеру, да, вот здесь диаметр трубы одной практически такой по диаметру, как вот этот, а здесь их четыре. То есть и соответственно, чем больше обороты, давление выхлопных газов создается больше. И получается, через эту выхлопную систему стандартную, через резонатор, оно просто не успевает пройти. Да, оно будет ехать, но не так, ну, будем говорить, не на всю мощность. И соответственно, выхлопные газы не будут успевать на высоких оборотах выходить с двигателя. Опять же, оговорюсь, это надо, чтобы двигатель был достаточно мощным, ну, хотя бы, чтобы он там валил 8 тысяч оборотов стабильно. Не крутил просто их 8, потому что 8 тысяч можно, грубо говоря, при желании и стандартные двигатели перекрутить. А именно, чтобы валил в те обороты. И вот, когда мне нужно, допустим, я открываю заслонку. Вот, с помощью троса. Вот здесь трос идет, он в салон. Вот. Открыто, то есть, и все. И выхлопные газы, когда система открыта, выхлопные газы, вот, напрямую, сразу, прям, и улетают в атмосферу. То есть, ничего не мешает. То есть, некоторые там пытаются, там, где-то дроссель в бок выводить. Я именно вывожу вот так, вот, чтобы оно чисто прямо. Прямо и на улице, до свидания. То есть, сразу после паука. И в чем еще фишка, что, я говорю, оно, конечно, эффектно сразу начинает громко работать. При этом, никакого обратного давления выхлопных газов практически нет. Раз и улетело. Соответственно, когда надо, я вот, допустим, пустил, оно раз и закрылось. Все. И пошло по стандартной выхлопной системе. И не так, как прямоток, орет всегда, когда надо, не надо. Раньше я ездил, здесь была, по заводу идет алюминиевая заслонка. Все хорошо работало, много лет ездил. То есть, я на такой системе езжу уже лет 7-8. И все было нормально. У меня раньше была система только вот так, только открыта или закрыта. То есть, не было под рукой. Сейчас я сделал у меня чисто под рукой. Если на оборотах, я вот, допустим, вот сильно, раз, резко закрыл, а там давление еще есть, выхлопное. А ее просто срывало у меня. То есть, срывало, оставалось только одна ось. Все, вот это улетало. И так ушло у меня 3-4 заслонки. И в итоге я сделал себе стальную. То есть, теперь у меня стальная заслонка. Закалил ее. То есть, и уже это дело все работает надежно, уже проверено. Простая, очень простая система. С такой системой вы экономите. Вам не нужно покупать 51-ю трубу, там, или 63-ю трубу. И полностью вести весь выпускной тракт. Покупать спортивный резонатор. Покупать спортивный глушитель. И выкидывать кучу денег, которые вы могли бы с умом потратить на двигатель. Подкупить туда какой-то нормальный распредвал. То есть, доработать там голову, доработать карбюратор. И именно дать ему мощность. Чем вот это, как многие начинают тюнинговать с выхлопа. Накупил там пауков, резонаторов, там, спортивных на трубе. Там, гусь 51-й через балку. Прямоточный глушитель за бешеные деньги. Оно все это орет, кричит красиво, а толку нифига нету. То есть, у меня, как вы знаете, принцип постройки. Минимум вложения и максимум эффекта. А эта система два в одном. То есть, во-первых, она и дает ощутимый приход. И это все дешево получается. Грубо говоря, такой паук, я там знаю, я не помню, его уже брал давно. Но такой паук вообще там за понты денег можно взять. Новый, а бушный тем более. И поставить вот себе такой же дроссель. Тоже там он стоит, именно за 100 гривен можно найти бушный. Если поставить его, здесь нет ничего сложного. И все, трос в салон. И в любой момент вы открыли, когда вам надо. Закрыли, едете тихо и не паритесь. То есть, не то, что там с тем прямотоком. То флейту одень, то флейту выкинь. То орет, едет, давит на голову. Это еще хорошо, если у вас повезло, что прямоток, допустим, попадется хороший, который именно делает работу прямотока. А не просто, как и многие сейчас понакупляли на тазы. Орет просто на всю округу, а толку от него никакого. Ну и в любом случае, какая бы ни была там суперспорт выхлопная система. Это хоть на сотой трубе, там, хоть на десяти прямотоках. Это все лишние потери на выхлопе. То есть, пока оно через этот весь выхлоп пройдет, соответственно, это все будет теряться. В такой системе у вас, грубо говоря, выпускной тракт составляет паук, допустим, идет 70-80 миллиметров, ну, 78 сантиметров длина, плюс там дроссель 10 сантиметров. У вас меньше метра выпускной тракт. А если вы строите полностью всю систему, у вас длина выпускного тракта, там, 3-4 метра. И это, во-первых, все создается сопротивление. Какая бы ни была труба, еще в чем фишка. Нужен под определенный двигатель определенный диаметр трубы. Так как получается, чересчур сильно большая труба, у вас не будет, соответственно, давления газов создаваться. Сильно узкое, оно не будет успевать. В любом случае, сопротивление и трение, то есть, об стенке будут, это, во-первых. Во-вторых, повороты, тут без поворотов никак. Один изгиб, другой изгиб, потом через балку, плюс в прямотоке это все теряется. А здесь раз оно и ушло. Допустим, можно, если у вас, допустим, более мощный двигатель, у кого там 16-клапанный двигатель, соответственно, выпускные каналы больше. Можно и больше дроссель ставить, допустим, поставить там 54-го размера, там 63-го. Вот, допустим, вот если вы планируете там выпускной трак строить на 51-й трубе, вот найдите себе там 50-й дроссель, там 52-й. Если на 63-й, то так же самое, найти где-то 60-й, чтобы оно, грубо говоря, соответственно. Ну, у меня здесь и 46-й, мне, в принципе, его хватает. Можно со временем будет и там чуть побольше поставить, когда уже двигатель более еще зарядим, то есть, потому что сюда есть еще что добавлять по мощности. А в следующей серии я вам расскажу про пауки, то есть, про пауки 4.2.1, 4.1. Вечный вопрос спрашивает меня, какой из них лучше. Я расскажу, это покажу, по каким фирмам, какие фирмы лучше брать, что такое паук, Subaru Sound и почему он говно, я тоже расскажу. Соответственно, все это вы узнаете в следующем видео. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.